Всем привет на обзоре Миллер и Бердроуа. Помню, правильно я говорю. Бердроуа, Бердроуа, Бердроуа. Вот. Самый такой корявый, грубо говоря, флапон попался мне, потому что он развился, и в расписке вы должны были бы видеть. Эта расписка называется... Пахучая. Вот. Вот таким образом это все лежит. Аккуратно, да? И все это развалилось. Не знаю, какого года выпуска, 19-го что ли. Миллер и Бердроуа. Грин, грин, грин и еще раз грин. Флакон весь заляпанный. И все вот эти вот вещицы образовались в результате того, что он находился в коробке. Парит ли он при этом? Фиг его знает. Думаю, что... Ну, так что-то чувствуется. Но выкачал я его достаточно уже много. И зимой носил, и вот летом таскал. Зимой, конечно, он... Ну, ладно, это попозже. Грязнущий. Весь грязнущий стал. Это смыть, оттереть можно. Это не страшно. С крышки колбачка тоже можно весь этот налет убрать. Вот он убирается. Почему это происходит? Потому что вот это вот... Все сырое было. И все, когда это высыхает, это остается вот эти вот... Вот те самые капли душистости в этом парфюме. Итак, шлейфовость. Вообще, зимой как бы вообще слабовато. Ну, как... На расстоянии вытянутой руки. Летом более благородно, более шлейфового. Метра два, четыре, шесть и десять. Весь трамвай заполнил. Этот аромат. Блядь, уже вот... Совсем немного буду делать дубль. Себе покупать второй, потому что я понял, да, надо. Почему надо? Едем дальше. По шлейфовости объяснил. Длинный шлейф. Летом в основном. Да, безусловно, предназначен. Для лета, для весны, для весны-лето. Вот этот период. Теплые весны, конечно же. В теплое время, безусловно. Что еще? Стойкость объяснил. Чем это? Стойкость. Да, не объяснил. Стойкость. Летом все-таки часов восемь-десять. Он звучит. Ну, если политься хорошо. Зимой, ну, часов пять. Это все. И остается такая неприятная отдушка, горьковатая. Я думаю, что вот это вот мастика, жасмин и все тому подобное. Грин, грин, грин и еще раз грин. Почему все зеленое и зеленью пахнет? Вообще зелень, зелень, зелень рознь. В итоге, фактически, когда ты получаешь какой-то аромат, который вот тебя просто реально радует, и его можно же испортить на себе. Каким образом? Пере-ре-на-не-сти. То есть, облиться им. Вот когда ты обливаешься, и тогда получается вся эта... Фу! Она выходит. Le de parfum. Вода парфюмерная. Не «eau de parfum», а «le de parfum». И я бы назвал бы вот эти бусинки, которые там находятся, я бы назвал бы это тубзилетная вода с хорошим, при хорошем шлейфом. Вот содержимое. У них там пишет веребена лимонная, мастиковая древесина, жасмин, кориандр, лавр. Лавра я не слышу, жасмин я слышу, его терпкость. Витивера нет, не слышно. И, по-моему, там что-то идет... Кедр. Совсем нет. Но если брать в разрезе кориандр и жасмин, выдают древесность. Свежую, свежеспиленную древесность. Зелень, безусловно, есть. Зелень какая-то фенхелевая. Фенхелевая. Зелень... Блин, я забыл его. Сельдерейновая. Сельдеренованная. Сельдереновая. Вот это. Свежесть зеленая. Но вот этот вот всплеск красивости, зелености, он создает еще какую-то ботву. Но ботва перемешана с стеблями тюльпанов. Вот что-то в этом роде. Это все тихо и спокойно и мягко сделано. Мастиковая древесина, ну не знаю, как бы если Дакар использовать, да. Слушать. Ну там бы была бы огурцовость какая-нибудь. В этом плане. В этой мастиковости. Вербена лимонная, да. То есть цитрусовость, зеленая цитрусовость, она присутствует. Но больше вот это, больше фенхеля, больше сельдерея, больше вот этой вот, вот, я бы не побоялся назвать арбузной ботвы, но не она. Хотелось бы. Так. Ну, хоть я не буду, потому что концентрированная вся эта фигня вот здесь, в этом. Потому что здесь с себя я еще пять часов слышу. И что прослушивается? Прослушивается шампуньевость. Вот реально она есть. Когда его много наносишь, шампуньевость, она есть. Я бы назвал бы это жасмин. Вот он все немного подпарчивает, подпарчивает. Портит. Потому что он создает терпкость. Древесную терпкость. Суховатую. При этом плюс зеленуха. Не знаю, лавр есть там, нормальное сочетание лип. На помытых руках больше жасминовости, вот этой вот, зеленой жасминовости. Спокойной, мягкой, ветивировщине. Вот. Но с колпачка, с распылителя. Это прям как лимонная зелень. Именно лимонная зелень, но лимоном не пахнет. Хотя, да. Хотя, в принципе, нет, ошибаюсь. Лимоном. Кстати, да, вербена лимонная. Она четко проглядывается. И потом где-то уходит вот-вот фенхель, сельдерей, фенхель, сельдерей мало, фенхелем больше, анисовости нет. Анисовости нет ее. Прилетели птицы тут. Вот. Безусловно, конечно, универсальный аромат. Но при обильном нанесении может выдать шампуньевость. Ну, то есть, шампунь, ну, там, как ее называют, чистая линия. Ну, пусть будет чистая линия. Там крапива, конечно, хотелось бы крапивы. Вербена лимонная. Да, она есть. И что-то я тут вижу непонятное. Течет он, что ли? Мокнет ли? А, это я много наносил, наверное, понятно. Хотя хер его знает, блин. Слушайте, я при вас сейчас. Да, он потек. Он потек. Бля, вот. Не знаю, передает ли камера. Ну, вот это он. Красный все. Он потек. Значит, он парит. Хуево, блядь, все хуево, блядь. Как так можно было, блядь, бренд Миллер Петруа сделать такую хуйню? Ну, вот вообще, ну, вот она реально. Вот они. Сыры эти. Не пойму. Я вот просто реально не пойму, блядь. Ладно. Пофиг. Тут уже прям себя можно уже вымазать всего. Теперь понятно. Я думал, что это испаренный будет, ну, вот это вот весь налет. А это не просто налет. А это уже просто течет и парит. Ну, реально парит. Реально парит аромат. Использовать его, конечно же, надо. С таймя оставить. Но. Вот таким образом бренд, пиздоватый бренд, так делает. Зачем? Вот я не понимаю. Вот по идее, как бы в этом плане можно было бы предоставить ему претензию, да. Ну, как бы, блядь, что вы делаете, да, на своих заводах? Как можно было так донести? Как можно было так сделать? Ладно. Испорчу его. Истрачу его, насколько возможно. Вот. Пересыл уже вообще никак не получится. В любом случае, если будет пересыл, то он исчезнет весь полностью. Будем его использовать, блядь, надо его убрать как-нибудь какой-то в шкаф, что ли, чтобы пахнет, пахнет. Потому что все, что находится с другими флаконами, все пахнет им. Им шкаф с одеждой, наверное, поставим. Вот. Самое место будет. Так вот, зеленуха, ну, прям вот эта вербена-лимонная, она прям сильная. Лавра не чувствуется кориандром, может быть, кориандр с жасмином создают древесность после. Ну, и фенхелевость, и розмариновость, если говорю, это сельдеревость, она присутствует, она есть. Легкой форме, безусловно. Вот фенхель, да, фенхель созвучен. Прям насыщенный, блядь, это прям вот реально вот до тошноты. Вот хотите, что он тут делает? Хотите, чтобы вот просто от вас шарахались, используйте. Много и обильно. Но хотите, чтобы был реально приятный флер, зелени приятной, неважно какой зелени. В принципе, здесь зелень заключена именно, вот я думаю, что абстрактная. Потому что здесь есть жасминовость, причем вот эта древесно-зеленая часть его, не индольный. Есть, ну, мастиковая древесина, как бы так, она, в принципе, больше горчинку дает. Не просто, и даже не горчинку, а такую плотность создает. Ну, да ладно, пофиг. Ну, от вербена-лимонна, да, безусловно. Ну, что они там бросили, блядь. Вот. Ах и ах. Классная вещь, но хуевое соотношение вот этой вот вальцовки, которую вы должны были видеть в распосылке пахучая, потому что там были собраны, ну, то есть до конца надо было смотреть, и вы бы поняли бы все. Вот. Как я ее собрал, я ее склеил там изолентой и суперклей, ничего не помогает. Ну, то есть вальцовка, она вальцовкой должна быть. Поэтому, для покупки, да, можно, но лучше всего пробниками. Вот, где я заказывал пробники, на стриме говорил, где я заказывал пробники свои себе. От этого бренда Miller & Petra. Буду их таскать, будем просматривать все, будем оценивать, что, как, интересно ли. Поэтому, для зимы, ну, как бы так себе, потому что слабенько, ну, горьковато получается, горьковато. А для лета, ну, самое то, даже для прохладного лета, блядь, ну, диффузорность у него достаточно обширна. Классный бренд, но хуевая сборка. Вот хуевая сборка. Не говорю, что это подделка, потому что, блядь, и пробники, и это, значит, получается. И пробники, и подделки. Но, такое, такая передача зелени. Ты хочешь это вдыхать, хочешь это вдыхать и понимаешь, что, блядь, да, приятно. Вот, реально приятно. Но, запомните, кому-то это явно не понравится, кому-то покажется больше шампуневости здесь есть. И да, это какая-то часть, она присутствует. На влажном участке, да, присутствует эта часть, шампуньевости. Поэтому нужно быть с дозировкой аккуратнее. Но, на сухом участке, это больше жасмин и такой жгучий-горячий терпкий. Вот, в принципе, и все. Много наговорил, но марка заслуживает особого отношения. Безусловно, без пробы никак нельзя. Вот на этом, наверное, все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok